Каля 5 тысяч человек на Могилёшчине, что год звертаются в медустановы из-за того, что их укусил клешч. Всё лето клешцы уже активизывались, а специалисты означают, что по коль ситуация довольно спокойная. Больше не покоить эпидемиологов то, что ранее клешцы являлись с потеплением, а теперь живут и могут быть активными практически круглый год. Лето ся пошний выпадок выявления клешчев был зарегистрованный у снежни, кажуть эпидемиологи. Его знайшли у траве под снегом. А сё лето перший клешч по республице знайдену середине лютого. Было обращение в районе Казимировки, гуляли с собачкой, хозяйка пришла, и собака была с множественными клешчами. То есть такое чувство, что они и спать перестали зимой. Оксана, господиня Стафа, с пригожим янушкой Арнела, прокляшчу уведает шмат, бо неприемные встречи с гэтыми крывасмоками отбываются маль подчас кожной прогулки. Хотя бы дважды в день, минут по сорок. Здесь вот как только начинается весна, вот здесь вот все клещи, здесь, на просеке. По осмотру, после каждой прогулки приходим, лапы вверх, и всё, она ложится, она знает, что мы будем смотреть, и всё. И мы осматриваем обязательно. Вот обрабатываемся, конечно, перед этим, но это не гарантия. То есть они могут быть живы, они могут ползать по ним. Коли поозбегнуть у кусок лешча, всё ж таки не отрымалось, и орать, одразу свернуться до медиков. Всех хочу предупредить. В многих памятках и на сайтах есть смазывание маслом. По нашим рекомендациям Минздрава это категорически запрещено. Почему? Потому что клещ, когда он впит, он заполнен. И когда заполняем масло, вот клещ, говорят, намажьте маслом и снимайте. Ещё подобное. Он начинает, содержимое желудка, наоборот, сильнее срыгивать под кожу. И получается вышеинфицирование. Медики кажут, клещи могут быть переносчиками серьезных инфекций. Так что своечасовые меры, принятые после укусов этого кровосмока, да помогут избавить от ускладнений. И обовязковые меры перестяроги, репеленты и правильная вопротка у вогули многих выратывала от укусов. До речи, с початку года на Могилёшчине после укусов клеща захворили 9 человек. Однако пик заявления кровосмока на переде май и червень. А это и радуница, и самый сезон пикников. Кристина Каранкевич, Алина Мельшанкова, Миколай Соболев. Новины региона.